Ну что, начнем по традиции срывков и прорывов. Почти половина россиян признались в полном отсутствии сбережений на черный день. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Карамирх», это организация, которая занимается изучением настроений в обществе. Так вот, согласно их опросам, по состоянию на май 2024-го какие-то накопления в той или иной форме имели лишь 55% наших соотечественников. Да и то там все очень зыбко, подавляющее большинство респондентов призналось, что речь идет о небольших суммах сбережений и только у третьих. Из тех 55% размер заначки позволит кормить семью хотя бы полгода, если вдруг что-то случится. Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Очень важно понимать, мы сейчас говорим не о каких-то бездельниках. Опросы свои «Рамир» проводил не на Курском вокзале, а среди бездомных. Мы говорим о нормальных работающих людях, которые каждое утро в течение многих лет едут на работу, например, на завод. Пашут там, как папы Карлы, пытаясь приносить пользу обществу. Платят при этом налоги в государственный бюджет, но отложить что-то. Со своего заработка, если, повторюсь, не дай бог, наступит очередной финансовый кризис. Глобальный, локальный, частный, неважно. Так вот, отложить со своих доходов хоть сколько-то у этих людей не получается. Кто-то, конечно, может сказать, ну что ты все в какой-то дурацкий степ вечно переводишь, даже, казалось бы, такие важные и серьезные темы. Да не я стебаюсь-то над этой, в общем, аховой ситуацией тут соглашусь. Посмотрите, например, как обоном написал государственный интерфакт. Доля имеющих сбережения россиян за полтора года выросла на три процентных пункта. Дальше все то, о чем рассказал выше, за то, как завернули. Богатеет народ в Россиюшке-то, оказывается. Во всяком случае, так получается, если верить данному заголовку пропагандистов. А знаете, зачем оно и сделано? Да потому что у нас дальше заголовков никто ничего не читает. Особенно безголовые ура патриоты и чиновники. Чиновники, ну и им так удобнее, с ними все понятно. Про этих вы и сами все знаете. Подведем итог. Половина наших сограждан, оставшись завтра без работы у разбитого корыта, пойдет копаться в помойках в прямом смысле, зато пропаганда и чинуши. Продолжат врать, как все вокруг цветет и пахнет. Ну а русофоб в этой ситуации, конечно, я. Кто же еще-то? Ой, это реальная журналистика. Куда ты ведешь нас? Сусанин герой. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. С другой стороны, пока я тут сокрушался, глупости разные говорил о бедствующих согражданах, выяснилось. В России есть индивиды умо, которые знают, как из той беспросветной нищеты людям вылезти. Знакомьтесь. Член Совета Федерации Ольга Федоровна Коветиди, 62 года, и ее рецепт оказывается просто как автомат Калашникова. Нет денег? Начинайте производить детей, лучше не менее трех. Далее цитата. Кто-то скажет, что нужно материальное благополучие, друзья мои. Материальное благополучие придет само, когда в семье появится много ребятишек. Так вон оно че, Михалыч, а мы тут голову ломаем, как народ из финансовой ямы вытащить? Ларчик-то просто открывается, настрогал троих детей. Выходишь после такой во двор, ну или в огород куда-то там еще, а у тебя там дерево выросло, на котором вместо листьев золотые монеты, кстати, со своей стороны предложил бы еще один момент, называть тех детей Крэкс, Фэкс и Пэкс, ну чтоб с гарантией. Вот не случайно, ведь президент-то говорит о сохранении традиционных ценностей, не случайно он говорит о том, что все-таки мы должны вспомнить о том, что, это уже мы сами должны домысливать, что женщина, она все-таки берегиня, она мать. Если у тебя в семье меньше трех детей, то семья, наверное, неполная. Три, четыре, пять, вот у Кадырова, да, двенадцать детей ему жена родила. Ну все нормально, все хорошо. Я даже не знаю, как это комментировать, если честно, потому что, ну потому что это бред. Давайте еще раз по ситуации пробежимся, живет семья. Денег вечно не хватает, живут от зарплаты до зарплаты буквально, тупо сваря концы с концами. Даже отложить на черный день нечего, не говоря уж о каких-то излишествах, квартиру там купить, машину и так далее, картошку с макарошками едят, хотя картошка по нынешним ценам тоже дорогое удовольствие, но не суть. И тут в зомбоящике появляется такая фея в лице Ковикини и говорит, будь как Кадыров, заведи тринадцать детей. Вот у Кадырова, да, двенадцать детей ему жена родила. Ну все нормально, все хорошо. Только данная госпожа почему-то не сказала, если вдруг потеряешь источник дохода, ну, например, с работы тебя завтра уволят, уже послезавтра. В двери позвонят прекрасные тетенькие запеки и всю вашу ораву заберут в детский дом. Кстати, Ковикини в принципе отжигают в последнее время хлеще даже, чем главные фрики в российском парламенте Милонов и Журавлев. Она ведь там дальше такую ахинею понесла, например, о том, что когда ребятишки воспитывают дочь как принцессу, это неправильно. Это нарушает наши традиционные ценности. Действительно. Потому что девочку, видимо, лучше с измольства воспитывать как рабыню. С детства рабыню из нее делать, вот это будет скрепно. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. В каком смысле? Ну и это еще не все, продолжаем. Мужики, сказала Ковикини, которые покупают себе хорошие дорогие вещи, например, часы, автомобили, которые ходят в спортивные залы, это тоже, да. И вообще, о ужас, следят за собой, это в принципе караул. Это ни в какие ворота, ни мышцы он должен себе накачивать, или там пивной живот убирать в зале. Ни рубашки менять на свежие, ни по парикмахерским бегать стричься. У нас сегодня мужчин в салонах красоты больше, чем женщин. И я не говорю, хорошо это или плохо. Нет, я скажу, что это плохо. Мужчина должен работать. Он должен приносить деньги в семью. Он должен вспомнить о том, что он должен быть прежде всего кормилец. А женщина тогда вспомнит, что она берегиня. А не дурно получилось. Надо бы придумать название. Дичь. Ну что ж, видимо, ждем в этой связи появления на публике в ближайшее время ни опрятного, ни бритого, ни мытого. А в грязном мятом костюме раздобревшего Владимира Владимировича я ведь правильно все понял. Ну, коль скоро великий кормчий автор инициативы, следования традиционным ценностям, о которых так ратуют Коветиди, ему и карты в руки, ему и примером бы. Я вот просто, я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дыма встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Ну, а если бесть Стёба, в очередной раз убеждаюсь, что моя теория, ну, та, которую я озвучил в прошлом выпуске, например, она верна. Видимо, у этих совсем всё плохо. Видимо, настолько им там страшно под раздачу попасть в свете начавшейся чистки рядов, что они готовы из трусов выпрыгивать, дабы доказать свою верность и преданность царственным особам. Готовы лизать с утройной силой, готовы нести любую ахинею, в том числе публично. Готовы прикручивать что угодно к любимой теме вождя и к самого главного начальника, ну, к теме о скрепах и традиционных ценностях. К слову, вот вам ещё один пример, и он не менее смешон. Ну да, мы отвлеклись, и так, к нашему примеру, слушайте внимательно, Минюст и Минкультуры подписали соглашение, сейчас буду говорить специально медленно, так вот, соглашение о взаимодействии по укреплению гражданской идентичности, обеспечению защиты, внимание, национальной безопасности, а также суверенитета Российской Федерации в области культуры. Вот и я о том же. Где культура и где национальная безопасность? Я уж не говорю про суверенитет, который переводится как независимость государства и верховенство государственной власти. Что же мы тогда с Пушкиным делать будем, например? Товарищ Верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья, и на обломках самовластия напишут наши имена, или там Садоевским, наш скорбный труд не пропадёт, из искры возгорится пламя. Я тем более не говорю про советских поэтов, писателей, артистов, про Булгакова и Зощенко, скажем, про золотой фонд кино, наконец! А мне здесь нравится. В Америке вся сила мира. А впрочем, вот не хочу продолжать тиражировать эту чушь и глупость, тем более, что от нас с вами в текущей парадигме всё равно ничего не зависит. Посему, как всегда, предлагаю, запасаемся попкорном, садимся в самые первые ряды и наблюдаем, чем данная весёлая история закончится. Всё! Переваривайте, это была реальная журналистика, сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В друзья добавляйте темы, предлагайте, поднимем, обсудим, ну и хороших выходных. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok